Следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Радикализация левых и их интересов. Такер Карлсон на русском». Смотрем. Добрый вечер, с вами Такер Карлсон. Уже через месяц у нас пройдут промежуточные выборы. И несмотря на то, что говорят, у демократов хорошие шансы занять палату представителей. Так что же это значит? Если коротко, то это значит, что Нэнси Полоси получит поддержку... Это значит, что палате представителей пиздец. ...от Максим Уотерс, в том числе и финансовую. Что еще увеличит их шансы? Еще важнее то, что это новая демократическая партия, причем не та, что была в вашем детстве, а абсолютно новая, гораздо более радикальная и более нетерпеливая ее версия. Насколько радикальная? В прошлый раз они прибегли к насилию. В этот раз у нас есть эксклюзивный материал, предоставленный специально для нас. Две недели назад прогрессивные активисты провели конференцию Netroots Nation в Новом Орлеане. Эта конференция... Ну я бы назвал их регрессивные активисты, потому что нет ничего более регрессивного, чем идеалы равенства, эгалитаризма и коммуны, как социального идеала. Потому что коммуна — это наиболее примитивная форма социума. Поэтому всех, кого конвенционально принято называть прогрессивными активистами, в действительности их нужно называть регрессивными активистами. Потому что это нихуя не прогресс, это регресс. Движение в таком направлении — это регресс. Движение в сторону демократии и социализма — это не прогресс. Это регресс социальный. Социальный и культурный регресс. Проходят каждый год. Ее посещают все демократы, метящие на пост президента. Согласно быстро развивающимся стандартам... Прогресс — это стремление, направленное на иерархию и стратификацию. Вот это прогресс. Движение от простого к сложному. А движение от сложного к простому — это не прогресс. Это регресс. ...это конференция, мейнстримная встреча, а не просто какой-то сбор. Наше шоу отправило двух человек, чтобы узнать, что происходит в рядах демократов. Первое, что мы узнали — социализм, век которого ознаменован страданиями и убийствами, снова набирает силу и становится в центре внимания демократической политики. По-моему, сейчас не время быть сдержанными. Прогрессивистам пора удвоить свою веру. Государство боится этого слова. Социализм. Бля, у них даже пятиконечная звезда красная, видите, на трибуне. Но за время правления Обамы мы поняли, что республиканцы будут называть нас социалистами, независимо от того, что мы делаем. Да, да. Ну, с приставкой «национал» тоже социализм как-то совсем не катит. Просто какое-то говно ебаное. Так почему бы на самом деле не стать социалистами? Да, действительно. Наши политические противники называют нас, блядь, педофилами, зоофилами, блядь, маньяками, блядь, говноедами. Действительно. Так почему бы, почему бы не подтвердить полностью все эти стереотипы? Это точно не съест ЛПР? Так почему бы на самом деле не стать социалистами? И толпа ее поддержала. Десять лет назад демократы поддержали идею защиты границ. Сейчас идея контроля миграции, да и существования границ, вызывает у левых отвращение. Ну а зачем они тогда Берлинскую стену строили? Ну с другой стороны, есть принципиальная разница между Берлинской стеной и стеной, которую Трамп обещал построить. Потому что стена, которую Трамп хотел строить, она была нужна для того, чтобы не пускать к себе кого-то извне. А Берлинская стена, она нужна была для того, чтобы не отпускать, чтобы люди не разбегались. То есть правые, они строят стены, которые направлены на защиту от вторжения извне. А левые, они строят стены для того, чтобы те, кто уже внутри, не разбежались. В этом принципиальная разница между левыми и правыми, кстати. Ну, помимо отношения к собственности на средства производства и сакрализации разных понятий. Я считаю, что государству, которое постоянно, систематически и грубо нарушало человеческие права, не помогут никакие реформы. Ну то есть Северная Корея обречена. Не, печаль. Представьте себе, никакой стены. Никакой стены в Южной Аризоне. Да, охуенно. Ну, Refuge is welcome, что я могу сказать. Не согласны? Открытые границы не ведут ни к чему хорошему. Что ж, а по мнению новых левых, это не просто неправильно, но и аморально. Республиканцы продолжат разделять нас. Они будут атаковать всех. Они будут атаковать всех, кто посмеет восстать против... Да, у правых закрытые границы на въезд, а у левых закрытые границы на выезд. Власти и богатство. Вам что, нужно, чтобы Роберт Мюллер сказал вам, что Трамп, крупный коррупционер, мы должны победить... Не может быть. Ну, действительно, как же не облить говном Трампа-то, господи. Раз уж ты пришел на трибуну... ...партию республиканцев. Нужно подавить всех республиканцев до единого. Охуенно. Но еще можно запретить республиканскую партию просто и сделать демократическую партию единственной и переименовать ее в социал-демократическую. Вот. А президента, значит, переименовать в генерального секретаря. Вот это охуенно, я считаю. У президента нет души, а республиканцев интересуют только деньги, говорит демократическая партия. А их представители объявили расистов, которые как бы борцы за права национальных меньшинств, ну, как Максин Уотерс, героями. Мы не дадим тебе прийти в Агайя, президент Трамп, и начать угнетать там разные расы и оскорб... Слушайте, а это как бы, ну, некая часть такой вот официальной, да, американской политики. То есть, в принципе, есть люди, да, американские обыватели, которые ведутся на такую риторику. Блять их, будь то Джеймс Леброн, Максин Уотерс или кто-то еще. У тебя ничего не выйдет, Трамп. Иронично, что встреча, которая по плану должна была усилить... В чате пишут пресловие угнетать расы, Ежа сразу же думает про рейсплей. Да, придет Трамп, всех выебит сразу. Оригинальное движение цветных избирателей привлекло больше взрослых белых людей. Когда группа агрессивных активистов это заметила, она начала просто... Ну, начала штурмовать сцену во время субботнего доклада. Стала требовать больше внимания черным и пообещали убиться, цитирую, слезами белых людей. Белые слабеют, белые сдают, плачут в своем бессилии. И я готов пить эти слезы, потому что мы будем... О, нерасизм начался. Здесь. Вы пустите нас сюда. И вы будете бороться за наше присутствие на Нетруц. Готов он пить слезы белых. Чтобы поддержать цветных людей, организаторы тоже стали атаковать белое население Америки. Один из организаторов также заявил, что черный — это новый белый. Демографическая революция, происходящая среди нового населения страны. Ну, в действительности, американские чернокожие, у них не очень хорошая демография. Хорошая демография у латиносов, потому что они католики, у них многодетные семьи, и плюс... Плюс их много приезжает из Латинской Америки. На одном найденном нами плакате было написано следующее. Одно из испытаний для американской демократии — белые могут легально голосовать. В других случаях это бы назвали расизмом. Да. В других случаях это назвали бы расизмом, но стрелочка, как известно, не поворачивается. Но только не на Нетруц. Далее в программе были довольно странные вещи. Одной из тем для обсуждения стала боль при менструации. Если вы не поняли, то об этом говорили женщины на мероприятии. Один представитель демократов из Вирджинии заявил... Важная политическая проблема. ...что доступ мужчин к тампонам — это вопрос, который тоже нужно поднять и обсудить. Мы не можем... Так. Слушайте, ну... Демократическая партия, она с каждым годом превращается в все более и более серьезную политическую силу. То есть настолько актуальные проблемы они теперь рассматривают. Точно сказать, сколько мужчин менструируют из-за хирургической смены пола или других способов, которыми они меняют свое тело. Мы не можем точно сказать, сколько мужчин менструируют. К счастью, демократическая партия изучает этот вопрос круглые сутки напролет. И так далее. Вот чем занимает... Да. Демократическая партия — это, конечно, охуенно. Демократическая партия в 2018 году. Мешает бизнесу, атакует огромную часть населения своей страны только из-за цвета кожи людей. Тампоны для мужской гигиены. Это движение стремится разрушить границы и создать мир, в котором есть только два вида людей. 300 миллионов жителей Америки, которые уже живут здесь, то есть мы с вами. И 7 миллиардов жителей Америки, которые пока еще не смогли сюда переехать, но имеют полное право это сделать, как только... Ну, это форма глобализма, получается. ...захочется, то есть весь остальной мир. Согласно Нью-Йорк Таймс, так выглядит настоящая утопия. А что, если вам не нравится такой подход? Что, если вы обычный избиратель? Это мы узнаем в ноябре. Отличная заставка. Да. Как же похорошила демократическая партия при Обаме и Берни Сандерсе. Просто, просто невероятно. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ